11 июля отмечается Всемирный день народа-населения. По данным ООН, население мира с 1950 года по 2020 год увеличилось более чем в три раза, а ежегодный прирост составляет 83 миллиона человек. Людей на планете становится все больше, но не везде, а значит, демография, миграционные процессы, перспективы человечества. Это важнейшая тема для обсуждения как в ученой среде, так и в обществе. Как обстоят дела с народонаселением в Тверской области, расскажет Анастасия Бучок. В свое время, комментируя средством массовой информации Верхневолжья своего выдвижения в кандидаты на пост губернатора региона, Игорь Руденя заявил, что главной задачей, которую предстоит решить в Тверской области в ближайшие пять лет, станет улучшение демографической ситуации. В отличие от ремонта дорог, строек, развития экономики в целом, вопросы демографии только с деньгами не решить. На ситуацию влияет состояние общества и уверенность наших граждан в завтрашнем дне. Желание, чтобы их дети жили в престижном регионе. Имели хорошую инфраструктуру, образование, здравоохранение, городскую среду, спортивные и культурные события. И сегодня власть действительно прилагает немалые усилия для стимулирования позитивных демографических процессов. Однако, согласно специальному докладу о демографической ситуации в регионе, составленному у полномочной по правам человека Тверской области, В последние десятилетия численность населения Тверской области имеет устойчивую тенденцию к сокращению. По данным Тверстата, с 2010 года она сократилась более чем на 66 тысяч человек. Среди причин — кризис, старение населения, миграция и высокий уровень смертности. Выход из этого пики один — деторождение и многодетность. Несмотря на негативные тренды, наш регион и сейчас все еще богат многодетными семьями. По состоянию на январь 2023 года в области насчитывалось 14 492 многодетные семьи, а это на 530 семей больше, чем в начале прошлого года. Активная поддержка многодетных семей включает в себя пособия, выплаты и другие социальные привилегии, которых с каждым годом становится все больше. Многодетная семья — это наш тренд. И сегодня, прямо на заседание правительства, с которым я пришла, рассматривался один из вопросов поддержки. Это для многодетных возможность получения тех, которые имеют пять детей, транспорта. Сегодня увеличилась сумма, которая выделяется. Будет не один миллион, а полтора миллиона. И еще там ряд моментов, знаковых для нашего населения. Но не возник только мер социальной поддержки, складывается демографическая ситуация. Действительно, демографическая ситуация в регионе складывается не только из мер социальной поддержки граждан. Ведь молодые семьи, готовые к созданию детей, в первую очередь хотят иметь достойный уровень жизни, включающий в себя хорошее образование, качественные медуслуги, перспективную карьеру, современное комфортное жилье и условия для поддержания здорового образа жизни, а также проведения досуга. Еще один важный вопрос — это довольно высокий уровень смертности населения. Для решения этой проблемы нужно улучшить работу медицинской системы и состояние медицинской реабилитации в Тверской области. В любом случае ясно одно — переломить негативные демографические тенденции можно только комплексным подходом к этой проблеме.